Приветствую вас, Датьяна. Давайте разберем ваш вопрос. Подскажите действенные практики для улучшения самоотенки и любви к себе? Ну, понимаете, вот когда вы говорите действенные практики, мне, например, лично в голову приходит только одна ассоциация. Эта ассоциация связана с какими-то действиями, а действиями вообще или практически в отрыве от реальности, то есть какие-то механические действия, какие-то техники, как будто бы вы хотите каких-то техник. Вот. И честно, я признаюсь, это путь, ну вот, никуда вообще говоря, потому что, по сути, ситуация заключается в том, что ваша самооценка и любовь к себе – это часть вашей личности сейчас. и менять отношение к своей жизни, уметь чувствовать свою жизнь, уметь проявлять то, что является вашей жизнью. Это, на мой взгляд, весьма важный момент. Сейчас вы, как мне кажется, этого не делаете. Вы хотите как-то механически увеличить самооценку, но нужно понимать, что она, это самооценка не просто, так, так, у вас, ну, например, занижена, да, она у вас занижена в результате каких-то, каких-то определенных проявлений опыта вашего. И, соответственно, нужно посмотреть, что это за опыт, по-другому, может быть, на него взглянуть, по-другому, может быть, начать к нему относиться. И вот уже, уже, тогда можно было бы вам как-то что-то менять в своей жизни. Вот. Просто механические, ну, механические какие-то практики, просто какие-то механические действия совершаются, да. На мой взгляд, было бы несколько странно. Вот. Ну и неэффективно, конечно же, тоже. Вот. Поэтому вы задайте себе вопрос такой вот, что вы чего хотите? Быстрого решения? О, я имею в виду быстрого и простого решения. Или действительно качественных изменений в своей жизни? Вот. Если второе, то никаких практик универсальных нет, как не может быть универсальных ключей для работы с людьми. Вы уникальный человек, опыт у вас тоже уникальный. Поэтому, на мой взгляд, является оскорблением наличие какой-либо возможности, ну, работать с вами, с вами по заготовкам. То есть никаких заготовок нет и быть не может принцип здесь. Вот. Это такой мой ответ с точки зрения психологии, с точки зрения моей школы психотерапии и с точки зрения моих ценностей. Проявление нелюбви к себе, проявление заниженной самооценки, как вы говорите, это те места, на мой взгляд, те места, где вы уходите от своей жизни, где вы бежите от жизни. Соответственно, то, что вам желательно сделать, это постараться увидеть, где вы убегаете от своей жизни, где вы переключаете свое внимание с себя на других людей и проживаете их жизнь, а не свою. Вот давайте разберем эти моменты и с этого начнем ваши изменения. Вот. Понимаете, да? О чем идет речь. Сейчас. О чем сейчас идет речь. Вот это и будет лучше. Самой лучшей практикой для вас. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был полезен. Надеюсь, какую-то пищу для размышлений я вам смог предоставить. Хочу пожелать вам всего самого доброго. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать первичную работу над собой. Удачи вам, успехов в решении своих проблем, но не ищите легких и быстрых решений. Удачи вам! Удачи вам! Удачи вам! Продолжение следует...